Все, кто застал СССР, хорошо помнят трехлитровые банки с якобы соком, которые особенно заметны стали в годы перестройки. Часто, кроме этих огромных баллонов на прилавках магазинов, больше ничего не было. Баллоны выглядели всегда одинаково. Заполненные прозрачной либо цветной жидкостью большие банки, закатанные металлической крышкой и имеющие одну небольшую бумажную этикетку-наклейку на боку. Банки с соком, кстати, стоили недорого. И не в последнюю очередь такой продукт покупали из-за тары. В пустую банку. Потом можно было закатать, например, маринованные огурцы. Откуда в СССР взялись банки с соком? Для начала давайте посмотрим, откуда в СССР вообще пошла мода на банки с соком. Вы будете смеяться, но история здесь до смешного похожа на другие лучшие в мире советские продукты, вроде мороженого или сгущенного молока. Моду на соки в СССР привез нарком пищевой промышленности Анастас Микоян из загнивающих США. В 1936 году Микоян и еще несколько специалистов наркомата отправились в США с тем, чтобы изучить достижения американских коллег и перенять опыт. Послов снабдили крупной суммой в валюте и европейскими костюмами. Два месяца Микоян с коллегами колесили по Соединенным Штатам, исследуя массовое производство котлет для гамбургеров, вникая в тонкости приготовления сгущенного молока и соусов для салатов. Анастас Микоян обратил внимание на привычку американцев пить апельсиновый сок по утрам и воспылал желанием сделать сок подлинно народным продуктом для советских граждан, чем и занялся по прибытии на родину. Но апельсины в СССР не росли и даже не собирались, а африканские племена в то время еще не вступили на путь строительства коммунизма, и апельсины у них нельзя было выменять на автоматы, и в СССР решили искать замену. Так появились стандартные советские соки. Ассортимент состоял из томатного, яблочного и березового сока. Позже к ним добавились гранатовый, виноградный, сливовый и некоторые другие, но самыми популярными оставались именно три первых сока. Их можно было найти в магазинах даже в голодные 80-е годы, когда чахлая советская промышленность уже была не в силах наполнять магазины всей страны едой. Думаю, многие из вас хорошо помнят вкус советского березового сока из огромной трехлитровой банки. Он достаточно сильно отличался от современного. 8 миллионов сочных берез. Надо отметить, что из всех наиболее распространенных советских соков томатного, яблочного и березового, сложнее всего было подделать именно томатный, так как он имеет густую и плотную консистенцию и специфический вкус, который пропадет при разбавлении. Проще говоря, если разбодяжить томатный сок значительным количеством воды, то он перестанет быть томатным соком и превратиться в форменные помои. А вот с березовым и яблочным соком все интереснее. При разбавлении водой и одновременном введении сахара и лимонной кислоты сок не теряет своих визуальных свойств. Да и по вкусу остается вполне приемлемым. По крайней мере, разбавленный сок не меняется столь существенно, как томатный, что явно использовалось на производстве. Давайте обратимся к математике. Одна береза в год в лучшем случае дает около 180 литров сока, причем сезон сбора продолжается всего около 1-1,5 месяцев. По данным советской статистики, советский человек в среднем выпивал около 5 литров березового сока. На конец 80-х годов население СССР составляло 287 миллионов человек и, перемножив эти цифры, мы получаем около полутора миллиардов литров сока, полученного из как минимум 8 миллионов берез. Причем речь идет о взрослых больших деревьях, которые способны давать не менее 180 литров сока. Вы представляете себе масштабы этого колоссального производства, которое было бы в том случае, будь советский березовый сок, действительно натуральным. Полтора миллиарда литров сока – это почти 24 тысячи железнодорожных цистерн или 2400 огромных товарных поезда по 100 вагонов в каждом. А ведь все это еще надо как-то собрать, где-то хранить и как-то разливать. С советским уровнем логистики и технологий хранения, которые не могли обеспечить наличие в магазинах свежих огурцов зимой, это совершенно нереально. Что на самом деле было в банках с соком? А теперь давайте подумаем, что на самом деле было в банках с березовым соком. Сперва давайте взглянем на вездесущие советские ГОСТы, которыми чуть что любят размахивать фанаты СССР. Что нам говорит ГОСТ о лучшем в мире советском березовом соке? А говорит он ровным счетом ничего. Существующий ГОСТ от 1982 года регулирует лишь качество заготовленного сока и правила его хранения до передачи на производство. То есть ничего не говорит о том, что фактически окажется в банке у конечного потребителя. Собственно, так и устроено большинство советских ГОСТов, которые регулируют лишь некие технические аспекты производства, но вообще ничего не говорят о качестве конечного товара. Что же на самом деле было в банках березовый сок? В них продавался обычный суррогат, состоящий из небольшого количества натурального сока с большим добавлением воды, сахара и лимонной кислоты. Об этом косвенно свидетельствуют характеристики конечного продукта, советский баночный березовый сок был абсолютно прозрачным, как вода, либо имел какой-то желтоватый оттенок, тогда как натуральный березовый сок немного мутный и по цвету напоминает самогон. Кроме того, вкус советского баночного березового сока был с выраженной кислинкой и выраженным сахарно-сладким вкусом, тогда как натуральный березовый сок имеет такой свежий привкус и запах свежеспиленного дерева. Тот, кто пил натуральный березовый сок прямо из-под дерева, никогда не перепутает его с советским покупным суррогатом. То же самое, кстати, касается и яблочного сока. Натуральный яблочный сок мутноватый и не имеет ничего общего с баночным советским соком, который был темно-бурого цвета и при этом обладал идеальной прозрачностью и все тем же кисло-сладким вкусом лимонной кислоты и сахара. А вот томатный сок подделать было гораздо сложнее, и именно поэтому его намного реже можно было встретить в магазинах, в стране лучших в мире продуктов, послесловия. В общем и целом, то, что продавалось под брендом советский березовый или советский яблочный сок, по современным представлениям являлось обычным суррогатом, где к небольшой части натурального сока добавлялось большое количество воды и некоторая часть химических добавок, вроде красителя, лимонной кислоты и сахара. Точные пропорции разбавления определить, думаю, уже не удастся. Да и они могли быть разными в зависимости от урожая сока, года, места, выпуска продукта. Однако поклонники СССР по какой-то неведомой причине продолжают считать советские продукты, в том числе и разбавленные соки, лучшими в мире, да еще и самыми натуральными. Отчего так происходит – большая загадка.